Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по волшебной книге Тиелима. 87-й Псалом написано, что в день, когда возвратит Господь изгнанников к Варатам Циона, он отыщет всех потомков Израиля, затерявшихся среди племен и народов. То есть здесь как бы предсказано то, что произойдет в конце времен. Теперь к потребительскому, что называется. Этот Псалом очень интересный, он общественный такой Псалом. Его читают при опасности городу или общине. Это написано в самых древних книгах. Есть такая опасность, читайте, мы вернемся к нюансу. В сути своей, если вчитаться, многие пишут, что это прославление храма. То есть очень высокий Псалом. Смысл чтения Псалома заключается в том, что молящийся как бы взывает в защите. Написано, что особенно если ты чувствуешь, что от тебя зависит благосостояние близких, то сила, заложенная вот в этом Псаломе, она как бы тебя выталкивает наверх, что называется. Продлевает даже некоторые пишут годы жизни. Итак, вернемся к опасности. Если есть опасность для города во время войны, эпидемии или для группы людей в городе, то пишет Шимуштигелим, надо читать 87-й и, кстати, следующий, 88-й Псалом вместе. В более давней книге, в которой Шимуштигелим Акадуен пишет, что если мы хотим спасти какой-то город или группу людей от проблем, надо произнести 87-й Тегелим 23 раза. И этот Псалом обладает какой-то еще, какой-то написано, сейчас я скажу, как это правильно написано, написано, что он обладает еще интересной силой отвечать на наши вопросы. Когда у человека есть какие-то вопросы, какие-то что-то у него, нужно читать Псалом, и придет к нему ответ. В шестом Псуке этого Псалма закодировано одно из великих имен из 72-х имен Всевышнего, 13-е имя. И это очень высокое имя, и надо понимать, что когда читаешь Псалом, на шестом, когда Псуке концентрируешься, это приносит большую силу. Ну и последнее, что есть, если есть вопросы в жизни, если не знаешь, как что поступить в какой-то ситуации, читай 87-й Псалом, и он помогает. Брахава Ацлаха. Ацлаха. Ацлаха.